Друзья, всем привет! Мы сегодня обсуждали карт, и для тебя это будет новость. Мы рассматриваем твою кандидатуру как бойца, который будет в этом карде, потому что тебя в Казахстане любят, ты всегда закатываешь крутейшие бои. Вот Нурбек часто говорит, что это наш казахстанский Джастин Гейджи. Уши оставляют, да, посылают. Да, оставляют кусочки ушей в клетке. Давай начнем с Нурбека, чтобы он сказал, насколько это реально, а потом спросим тебя, готов ли ты. Я бы здесь, ну, не из него мы, Миша, думали. Жуман Дугурсен Казахстан Зулиг, мы по тебе говорят, так это это. Я говорю, когда вижу Жумана, хочу на казахском говорить. Мы, в принципе, это планировали. В Алмате сегодня, наверное, уже Жуман достиг такого уровня, в Казахстане в целом, с 2000. Я сейчас вот буквально недавно просматривал архив боев, и, знаешь, наткнулся на тот бой, где ты в октаву дрался с этим, с Татарстана парнем. Ленар Сулейман. Ленар Сулейман в пен. Вспоминал этот бой, такой хороший поединок. После этого вот эта Fight Night история была. И сейчас Жуман у нас действительно такая звезда в Казахстане. Ну, реально такая крутая звезда, на которую стоит обращать внимание, смотреть, приходить. Но при этом при всем это зрелищный, однозначный зрелищный поединок. Просто не знаю, бой вот буквально в феврале же был, да? Да, я постоянно тренирую в Казахстане. Отдыха нет, я постоянно тренируюсь. Мы, знаешь, мы можем сделать так, Жумана поставить в мае, и как бы этот, да, типа вот в таком хорошем звездном турнире он выступит. Или вообще, если честно, для Жумана сделать отдельный турнир, где будет возглавлять этот карт. Допустим, да, что весь карт будет основываться от Жумана, вот такую карт я тоже хочу увидеть. Может быть, даже это будет один из последних боев его, хотя он завершать не собирается. Но при этом при всем Жуман заслужил, чтобы возглавлять карт постоянно. То есть, когда он там присутствует, чтобы событие было такое, что типа все, весь ориентир на него ушел. То есть, ну, вот так можно сделать, я считаю. А ты еще не возглавлял, да, ни разу наизу? Не, не разу. Не возглавлял за титул, когда бой был, да? Ну, титульный бой, да, кстати, да. Когда у меня этот был. С Малыгином? Да, Малыгином, Туэль, Скингизыбол, да? Потом второй бой, пояс защита пояса. Нет, два раза. Один раз он выиграл пояс, один раз защитил пояс, ну, не защитил пояс, а проиграл, но при этом при всем два раза разговаривал карт. Но уже прошло достаточно много времени, когда Жуман там в топах, имеется в виду, ну, топовый боец, но уже как бы там не был еще, да? Давно это уже было, наверное. Когда этот бой был? Последний, альжи, там, 22-м? Да, и Джермайк, да. Ты что думаешь? Ну, как бы сейчас у меня контракт с хардкором. Я слышал, они хотят здесь турнир проводить по боксу. Но пока неизвестно, если там не будет, я готов здесь выступить. Я говорю, постоянно тренируюсь, брат. Два боя за неделю для тебя, тоже ерунда. Посмотрим, брат. От человека тоже много зависит. Хочу тоже заработать, брат. Сам же знаешь, куда я стремлюсь. Поэтому моя мечта вот эта. А так, в Найзе Лиге я начал свою карьеру, я никуда не ухожу от Лизы Найзе. Поэтому готов. Если хардкором не сложится, у нас там переговоры. Или если в хардкоре будет нокаут в первом раунде, если я нокаут, хардкор будет позже. Хардкор и первее или позже? Позже будет. Короче, не суть. Вообще не переживай за то, что там Жуман куда-то уйдет, не уйдет. Потому что у нас там больше отношений, чем договор. И я еще раз говорю, если в этот раз не сложится, я думаю, да, даже может быть так и лучше подготовиться на один турнир ему. Если хардкор... В любом случае мы понимаем, зачем идет туда Жуман. Если там есть какая-то перспектива, в этом плане нужно это сделать. А второй момент хочу закрепить. Мы в этом году хотим подготовить под Жумана. Там не титульный, но какой-то звездный хороший бой. Звездный хороший бой, где он будет возглядать карт. То есть, это будет Алмата, это будет... Ну, даже не Алмата, мне кажется. И не в Алмате люди соберутся. Манга Стал хорошо его знает, Ватрау хорошо знает. В Астане знает. В Чимкените очень хорошо знает. Так что, я думаю, что необязательно там быть где-то в Алмате, чтобы возглавлять карт Жуману. Так что, нормально. Слушай, а ты уже тоже набил опыт, на самом деле, в комментаторстве. Плюс набил опыт уже в ведении турниров. Да, ты выходишь в клетку, задаешь вопросы спортсменам там. Где тебе больше, более комфортно? Вот в клетке с микрофоном или в клетке, когда кто-то держит микрофон за тебя? Я не знаю, брат. Я же, помнишь, перед последним боем, в последнем бою подчутил же над Сериком Нуяном. Но на самом деле, да, брат, мне самому охота там биться. Честное слово. Энергия, когда я захожу туда, меня прет от этого конкретно. Вот охота самому там находиться, подраться. Вот ощущения до сих пор... У меня, блин, не знаю, сложный вопрос, брат. А так, это мое хобби в той работе, комментаторский, брат. Конечно, первый раз тяжело было. Помнишь, я вот тебе вопросы, брат, спрашивал. Какие вопросы там? Я вот хочу сейчас тоже быстро для зрителей сказать, что раньше что-то готовил Жуману, а сейчас уже все. Я сам у него спрашиваю, что спросить. Ладно, не спрашиваешь, конечно, но на самом деле я вижу, как ты уверен, теперь держишься в клетке и прям радуюсь, что прогресс. Ну, там уже дают приказ, что микрофон никому не отдавали, поэтому, да, задают такие вопросы там. Если было бы много времени, я раскрыл бы бойчу с других сторон. Знаешь, что интересно? Был один бой, но о нем сейчас не будем говорить. Почему? Потому что он еще не вышел. И в этот момент, помнишь, я попросил, типа, выйти, возьмите... Ну, там бой реально такой крутой был, что нужно было обязательно, а не планировалось брать интервью. Давай быстро объясним. Мы говорим про турнир «Найза-60», который в записи, он появится 11 мая. Смотрите на нашей площадке. «Найза-60». А Балкасыма бой такой, ну, блин, этот бой действительно, знаешь, как бы... Он, наверное, будет номинирован на бой года. Два проспекта выдали такой поединок. Я в шоке. Ну, вообще там. И я смотрю, я думал, по плану стоял выход Жумана. И смотрю, никто не выходит, их объявляет, и говорит, типа, уходите. Я там начинаю намекать, кричать, ну, типа, давай-давай, Жуман. И Жуман, когда вышел, я тогда понял, что Жуман уже состоялся как... Ну, как вот это в роли... Мы же все время это сравнивали с этим. Джо Роганом. Джо Роганом. Он вышел, и он, не знаю, я думал, один вопрос задался, он 3-4 вопроса, и что-то хорошо поговорил. Вопросы такие слаженные. Текст, подача такая интересная. Этот захват сверху, короче. Потом ему сам бросил вызов. Об этом, как говорится, история умалкивает. Но при этом, при всем, я уже понял, что Жуман уже в таком медиаполе, и как человек, который может правильно, ну, естественно, на казахском языке очень красиво подать информацию, красиво спросить. Ну, и при этом, при всем, на Жумана, когда посмотрят, ну, реально, там никто не может сказать, что это человек, который не понимает эту тему. Реально понимающий, знающий, насколько сложно было там пацанам. Давай сразу, если про комплименты у нас пошла речь. Вот я как прихожу в студию, просто кэжуал, одет, как всегда. Ну, ты, понятное дело, человек уже статусный, хорошо одет. У нас Казах Репаблик, амбассадор. И Жуман реально всегда так одевается красиво к нам на подкасты. Он на свадьбу был, простите, но хуже одет, чем на подкасты. На самом деле, Жуман постоянно так ходит. Хорошо одевается всегда, молодец. Да. Правильно, что? Действительно, встречают поддежки. Я еще чего подумал, Жуман, смотри, история, мне кажется, такого еще не было. Я не помню, чтобы такое было в ММА. Мы не говорим про твой следующий бой, но при этом мы его ставим в карту. При этом Жуман сидит, комментирует, и просто в какой-то момент говорят, типа, следующий бой. Жуман Жумабек просто берет, разрывается в пиджак, и выходит в клетку, как тебе идея? Интересно, брат. Можно попробовать, почему бы нет. Мне кажется, это будет круто. Да, классно было бы. Попробовать нужно по-любому. А вообще сам кого бы хотел увидеть своим следующим соперником? Вот мне сейчас обсуждаемо, мне самому стало интересно. Ну, мне было айтай, дейдар саған. Сөзіншіны керек, Нурбега айтат негізе, кой сэште, олладырс-хобыршеттен. Бірақ мен, өзімді сөзіншіны керек, әлі, пенседовытқанам сақсанамайым, да, сөзіншіны керек. Бірақ менде, залда, жаспаларымен алсам, бірақ енді, где-то олар, скор шағаны, мен нақып кедет, өзіңді, өзің әлі, өзің өзің әліңді, бірақ, сҰдай дүрек джамп тұрдайлі. Бірақ менде, түйлісітім болса, менда, Нурбега аған гуденчайтын, найзадайтын, чісті ветеранскі бөі тамустағыңыз. Өзіңді, өзің әлі, Знаешь, я давно хотел с этим братом, который Джаку дрался же, братья Ализи с Боготиновым. Я хотел бы с ним супербоя. В Найзе, если получится, конечно, я по боксу его взывал. Тогда в то время, наверное, интересен был для них. Сейчас Али открыл, если не ошибаюсь, свой бильярдный клуб. И есть ощущение, надеюсь, я ему удачи желаю. Мне кажется, я просто не знаю, как я в бильярд тоже не играю давно. Я в школе немножко играл. Что если, например, прогорит немного у него дело, то ему понадобятся деньги, и почему бы не сделать бой. А так он просто с ним разговаривал, он говорит, я в бизнес ушел. И с этим Попов хотел с ним подраться. Я не знаю, сейчас он завершил карьеру или нет. Если он хочет, да, я тоже хотел бы с ним подраться. Жан-Дак Орден, Жан-Алак Тарнан-Шех, хотя это же Атул Баставатор, он только начал свой тренировочный процесс, обратно возобновил, и начал появляться в медиаполе. После последнего проигрыша, кстати, на Алиаскар уже он проиграл. Да, и он сколько ни дрался, уже года два точно. Вот он пропал вообще в целом. Он уехал тогда недовольный, типа он сказал, блин, зря остановили, он не ко мне подходил. Я-то знаю, что он до конца драться будет, но при этом здоровье бойца это важнее же, что там. Достойный боец никогда не скажет, все, он там будет до конца хоть получать, хоть рука нагадывается. Ну, в принципе, это действительно такой вопрос. Он очень долго идет в мире ММА. Нужно ли останавливать раньше или нужно останавливать позже? Я, честно, за поздние остановки... Вот сейчас был как раз случай на прошедшем турнире UFC в Вегасе. В 91-м дрался Богдан Гуськов, он представляет Узбекистан и Россию, против Райана Спена топ-10 UFC или топ-11. И там три раза, там Херб Дин судил, и может, он на Спена деньги поставил, я не знаю точно, но Спен, короче, три раза был в нокдауне. Ну, потом он встал нормально все, но там уже было прям понятно, что остановка вовремя, потому что три раза в нокдаун отправили человека за один бой. Кто-то смотрел, никто не смотрел? Нет. Не смотрел. Ну, я видел результат. Гуськов очень похож на этого, да? На Смита. На Смита похож. Уилл Смита. А, все. Понял. А, этого бойца, да, похожа? Ну, два нет. Я думал, выяснил актер там. Он не играл. Все понял. Не, ну, на счет поздних постановок, даже не знаю, как бы на одной чаше весов стоит ясность исхода боя, а на другой чаше весов стоит здоровье бойца. Ну, смотри, тут здоровье на двух чаше весов, потому что, мне кажется, для бойцов, как вот Нурбек постоянно говорит, самое главное, это психология какая-то. И если боец, мне кажется, будет, вот эта мысль у него была, я не проиграл, я мог тогда выиграть, вот это его будет съедать. А если тебя все уже наглухо нокутируют, ты не будешь говорить, что я мог выиграть, я мог это. Знаешь, тут всегда сложно суде или рефери, который по центру. Почему? Потому что очень сложно вот эту грань поймать, когда ты вовремя это должен остановить. И судья всегда, знаешь, как бы по прошлым своим ошибкам, он всегда думает так. Вроде бы упал человек. Там есть специальный, но это долю секунды. Ты же должен за эту долю секунды понять, насколько нокаут или нокаут серьезный. Там рука упала. Были такие моменты, я помню, там нокаутировали человека, он упал, его начинают бить, у него рука раз поднимается, опускается, раз поднимается, опускается. И когда его подняли, остановили, он встает и такой, типа, возмущается. Потом хейт, короче, в сторону судейства, в сторону организаторов. В итоге, когда я у судей спрашиваю, говорю, в чем дело? Он говорит, Нурбек. Он его один раз уронил, говорит, у него руки обмякли. Он только-только начал делать, а вторым ударом он его, типа, будет, и третьим ударом обратно, да, там нокаут уходит, нокаут уходит. Ну, уже человек защищаться не может, и это вредно для головы. Я полностью с ним согласен. И чтобы не говорили фанаты, хейтеры, там еще кто-то, здоровье бойца, оно в любом случае важнее. В любом случае. Ну, вот, например, Александр Шлеменко, он постоянно с этим прям жестко спорит. Его два поражения, например, первое поражение Бруно Сильви в М1, что он его тогда, типа, в стоячем, ну, сказали, что это был стоячий нокаут, он стоял еще, но, короче, рефери показал, что он натурбился, типа, стоя. Кто? Александр Шлеменко, его Бруно Сильва забивал в угол. Помню, помню, да. Вот, и он очень, он до сегодняшнего дня этот вспоминает бой, постоянно говорит, что это, типа, ужасная остановка была. И также у него был бой с этим, которого он сейчас выиграл, Александр Хорват такой, типа, у него Джокер, никнейм, забыл, как у него фамилия. Вот, что он его тоже, типа, тогда рубанул, но он говорит, я в нокдауне был, но я пришел в себя, за ногу схватил, мог работать. И вот Александр Шлеменко прям, ну, это на всю жизнь запоминает, очень сильно злится с этих историй, потому что он говорит, я выхожу туда, я знаю, чем я рискую, это мое здоровье, я его ставлю на кон, а дайте мне мое здоровье, и мне за это самому решать. Я хочу драться до того момента, как я, типа, уже, там, не знаю, вот, буду в полном отрубе. Если я дышу, зачем, типа, вы останавливаете бой? Наверное, Александр это поймет, когда он же сейчас еще вроде промоутера выступает, да? Да. Организатора. Я ничего не говорю. Вот в двух боях я не видел, но я согласен с тем, что когда стоячий нокаут, тут надо быть поосторожнее. Когда человек стоит, это останавливать, бой смысла нет. Почему? Потому что, во-первых, у него еще есть шанс восстановиться, если он не упал. Во-вторых, то есть, ну, в стойке бить человека, и когда он в партре добивает человека, это две разные вещи. Ну, то есть, как бы, более, наверное, опасно, когда человек лежит, не может защищаться, и когда его сверху бьют голову об конвас, ну, как бы, тогда проблема. А стойки, мы, помнишь, много моментов таких видели, когда выживали люди. Выживали, еще выигрывают. Ну, то есть, это так. Это такой спорт, это же не теннис, это не шахматы. Здесь, как бы, бьют, да, бьют, в хоккее бьют, где не бьют. И вот мне интересно всегда, что нас критикуют за то, что у нас дерутся. Ну, вот, элементарно, да, бывает, там, подрались, там, после боя, там, бой, ну, во время октагона. Ну, имеется... До боя. Нет, 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 я не за это говорю. Ну, бывает потасовки, да, там, еще что-то, конфликты бывают, там, после, как результат объявили, там, туда-сюда, вот, потасовки за это, как бы, всегда ругаются. Я в футболе дерутся. В футболе люди дерутся. Но драка, это наш, как сказать... Хлеб. Не то, что хлеб, это наша основа, это бойцовский бизнес, это бойцовский спорт, здесь драка идет, да. То есть, я ни в коем случае не одобряю тот момент, когда, там, до, да, мы к этому сейчас вернемся, по поводу Ануарбека и Марселя. Я имею в виду такие потасовки внутри, там, клетки, бывали моменты. Ты сделал хороший мостик к этому вопросу, мне кажется, и надо к нему приступить. Так и не получилось выступить Ануарбеку и Марселю на турнире на ИЗА-59. Я так понимаю, что они больше вообще в организации не выступят никогда. Сейчас с критикой теперь уже промоушен выступает Ануарбек и Марсель. Давай про это поговорим, потому что, я думаю, что важно как-то публично это обсудить. Ануарбек выступил с критикой? Ну, я так понимаю, что да, он говорил, что ты мог вообще позвонить. Я не знаю, вроде это не секрет, что он получил 15 суток. Это Марсель, да, говорит? Нет, Ануарбек получил 15 суток. Да, нет, нет, а кто говорит, что... Марсель говорит, что он потратил много денег на подготовку. Нет, кто говорит, что... Это вроде Ануарбек говорил, что ты мог позвонить, и его выпустили бы типа из тюрьмы, ну, не из тюрьмы, из СИЗО, и он бы смог бы там выступить, вот что-то такое. Это Марсель говорит. Марсель говорит, что, типа, я мог бы позвонить, кто-то ему так сказал, или Марсель это придумывает. Как я могу позвонить в орган, где приняли решение закрыть человека? Это же суд же решает. Как я могу суде позвонить, сказать, типа, судя, отпусти, пожалуйста, вот этого пацана, он мне нужен. Ну, как это так? Может, он думает, что это судья тот, который у нас судит? Решили, типа, Нурбек Малыков. Ну, как это так? Где логика? Я могу суде позвонить, тогда давай я сейчас сяду и буду всех отмазывать. Отпусти вот этого, отправь вот этого. Это же уму непостижимо. Как я могу позвонить суде и сказать, отпусти Нурбека? Понятно, что нереально. Нурбека и закрыли, потому что надо было закрыть, а не закрыли, вот и всё. Суд прошёл, доказательства есть, и всё. Там уже ничего не поможешь. Люди должны понимать, что возымело такое... Ну, не то чтобы любое нарушение какое-то, особенно если оно общественный резонанс принимает, это уже как бы неизбежно, что там всё это произойдёт быстро. Даже суть не общественного резонанса. Правонарушение произошло, всё, давайте, фиксируйте. А Нурбек, ну, как получается, он в роли потерпевшего выступил в этом деле, его отпустили из-за этого. Марсель отпустили. А, Марсель, то есть, да, Марсель в роли потерпевшего или свидетеля, кто он был? Я не скажу тебе точно по студентной практике. Я даже тонкости не знаю, кто был в какой роли. Или они вместе нарушили это? Ну, по сути же, она, Нурбека дал ему пощёчину, Марсель вроде ничего не делал, так что я тоже не понимаю, за что бы Марселя нужно было сажать, если это не какой-то был сговор, это какая-то сценка условная. Да, вот я не знаю Марселя, видел, не видел, не знаю. А Нурбека я знаю. А Нурбек неплохой парень. Он с того же города, где я вырос, ну, в смысле, области. Просто суть в чём вот этой проблемы. Вообще вся подача изначально, она прошла как в поп-мэ. Мне это не понравилось раз. В первый же день, в первую секунду, как это видео вышло, я сразу команду собрал, мы поговорили. Я, по идее, был за то, чтобы вообще отменить этот бой. Почему? Не из-за того, что сейчас это резонанс воспринимает. Просто мне не понравилось вот это, когда человек поехал в другую гостиницу, в другую. Мы их специально разделили в две гостиницы. То есть соперников максимально старались разделить, чтобы не вместе с ним. И он, ни на что это как бы не обращая внимания, поехал в гостиницу, ударил человека. Ну, во что могло? Я слышал версию, что это фейковый конфликт, что они сговорились. Я слышал версию такую, не буду говорить от кого. Ну, в таком случае, раз устроили эту кашу, ну, вот вам результат. Кого-то закрыли, кого-то исключили. Лишили гонорара. Тут суть не в гонораре. Суть гонорара, что там? Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что люди путем вот этих вещей, они создают такое не то, чтобы имидж, а проблему, да, проблему самой индустрии в целом. У нас до сих пор вот в памяти свежо, что произошло там в России, да? На хардкоре. На хардкоре, там промоушенных еще. И мы всю жизнь, вот наш спорт, он такой, он требует, знаешь, как бы аккуратного такого отношения, трепетного отношения и осторожного отношения. Почему? Потому что здесь он яркий. Он яркий. Здесь люди, дети реально вовлечены, смотрят. И тысячи детей хотят быть похожи на Румана. Тысячи детей хотят быть похожи на Шавхата. Еще там несколько тысяч на каждого своего кумира. И что мы хотим в итоге получить? Чтобы дети шли за теми ребятами, которые там по улице ходят, все время какие-то драки устраивают. Да нет, конечно. Это наш основной принцип. Люди не поняли, они думают, что там из-за того, что нам позвонили, мы там типа это все. Нет, это наш принцип, мы не деремся. Мы максимально пропагандируем то, чтобы мы не дрались на улице. Нам это не надо. Почему? Потому что вот это основа и зло. Сам промоушен с первых дней своего основания он открылся с этим девизом. Хочешь драться, дерись на ринге. Почему? Потому что я сам лично видел эти примеры. Я сам лично видел эти проблемы. И как бы максимально хотел вот этих ребят, которые там дальше идут, хотел их попросить путем этого призыва, типа не ходите, не надо, решайте здесь. И это не та суть, что у меня с жуманным конфликт пойдем в ринг. Нет, не в этом дело. Просто суть в том, что ребята что хотят на улице? Что хотят в микрорайонах? Они хотят признания. Мы даем им это признание здесь. Не обязательно быть криминальными авторитетами или групповыми лидерами. Можно стать реальным батыром созидающим, который умеет тренироваться, который умеет пропускать время на это тратить, цели ставить, мечтать об этом, становиться чемпионом, поднимать имя своей семьи, фамилию же поднимает, имя своего города, имя своей страны на весь мир. Вот возможность крутая. А не так, чтобы шарить по гостиницам, друг друга бить. Вот это проблема для меня. Вот это я считаю, что раз и Марсель, и Анурбек, они подумали, что это можно, ну реально же это нельзя. Они же знали, что это прекрасно. Этого нельзя делать здесь. Это не те промоушны, которые одабривают. Я видел у нас даже в Казахстане несколько промоушнов, которые это поддерживали, специально делали. Я их не осуждаю. Они пускай сами смотрят, что хотят, то и делают. Но это не та лига. В другую лигу, да, пускай идут, делают там проблемы. Но я со своей стороны вообще хочу предложить федерации. Сейчас у нас есть федерация, мы все организации, раньше там кто-то в Панкратионе был, мы, да, кто-то в ММА, кто-то вообще там без какого-то федерации двигался, без какой-либо там санкции. Сейчас я считаю, что вот как раз-таки время поработать с федерациями или федерации с нами, создать общий документ на основании каких-то, ну, за основу можно взять тот же административный кодекс и уголовный кодекс, от них там исходя сделать какие-то внутренние порядки, что типа за нарушение общественного порядка, за нарушение каких-то бах-бах-бах, все это слить, и дисквалификация на какой-то определенный период. Как там за допинг, бывает же, за какое-то нарушение, и это нужно сделать, чтобы здесь был порядок, если мы хотим порядок, нам нужно это сделать. Почему мы так сделали? Я хотел всем бойцам сказать, что этого не надо нам. Нам здесь, мы за это не боремся. Да, в лиге бывали моменты, когда там кому-то говорили, типа, вот у тебя соперник, ты там образно там высокий, он там низкий, давайте вот на этом как-то формировать какую-то историю. Но суть не в личностном примере, а вообще в целом говорю. И там кто-то там путем, каких-то высказаний, возможно, там это было, лови матчмейкеры, но нет такого, чтобы говорили там, эй, иди пей этого, иди пей этого, и все, давай, драка. Это гонимо. Этого нам не нужно. И тут, знаешь, как бы вот люди, вот буквально там, мы здесь сидели с тобой, возмущались, это неделю тому назад, две недели назад, про этого, как его? Алих и Батей. Ты сам говорил, он нащупывал грань там вот этого, как его, возможного? Или дозвольного. Дозвольного. Вот. И тут такая же ситуация, да, там, приезжает в гостиницу, открывает дверь, на тебе, шапалах, ну, блин. Ну, Марсель. Просто я тогда подумал, если он как бы это, типа, разрешил себя бить, типа, давай бить, если они заговорились, ну, тоже, блин, тоже мало чести, да, ему, да, там, давать себя бить, типа, давай, бей меня, там, и на этом сейчас мы хайф соберем. Ну, тоже неинтересно особо, как бы так. Дети смотрят, подрастающее поколение смотрит, надо как-то там, я понимаю, что-то произошло, зачем это было вообще выкладывать, да, там, ну, если бы что-то произошло. Жуман, ты как человек, который дерется еще и в хардкоре, хардкор, в принципе, выстроил свою какую-то популярность на конфликтах, ты как к этому относишься? Да, Каждый год был завоеван. Я не могу так делать, брат, я такой в жизни такой спокойный человек и все, блин. Я докажу лучше, подерусь, брат, выиграл, выиграл, проиграл, проиграл и все, брат. А так такого не было у меня никогда. Ничего плохого в трештоке нету, сами понимая. Но вся суть в чем? Человек идет в гостиницу другую, даже если это постанова, ну, в смысле прикол, открывает номер, бьет. Ну, прикинь, а если это не постанова? Марсель возьмет нож, допустим, побежит, один же он приехал, толпа, возможно. Можно, да, там, или он как бы чувствует себя не дома, он возьмет нож там и за нож схватится, этот за кирпич схватится. Вот и что, и вот весь прикол. Весь прикол турнира будет тогда. И там в сто пуду договорник же был по-альбому. Ну, а если это договорняк, ну, вот я не в первый раз слышу, что это договорняк. Ну, в таком случае, ну, не надо было такого договорняка, я же не просил это, елки-палки. Они сколько попросили, там, вот для начала, там, кто мне вчера говорил, что, типа, вот мы искали Марселя. Марсель вышел на нашего матчмейкера. Марсель попросил бой именно с Ануарбеком. Ну, это все там, ну, как бы в этих переписках все фиксируется же, все это есть. Марсель попросил бой, да, Марселю дали поединок, там, он гонорар свой попросил, ему гонорар там дали. В итоге там, ну, как бы зафиксировали. И вот в итоге пошло. В итоге столько, как бы, конечно, если с точки зрения, там, типа, промоутеров рассматривать, да, это, типа, ну, хорошая история, хайпо, но это противоречит принципам. Вот в чем вопрос. Короче, хотели как лучше, получилось. Да, нет, однозначно, может быть, они хотели как лучше. То есть, Ануарбек, он, я же говорю, я Марселя не знаю, но Ануарбек вообще, как бы... Да, шах к казахам, интересная история, много кто посмотрел. Хороший парень, но долгое время они меня бой просили. И Ануарбек, и шах к казахам, даже вот между ними поединок. Я, как бы, ну, увидел вот эту историю, где там, что-то там, как сказать, чуть-чуть наша культура не соответствует нашим принципам. И, как бы, я избегал, долгое время избегал, по идее, этого поединка, не хотел, даже, как бы, не отвечал. Если помните социальные сети Шафхат, а Шаххазах и Ануарбек меня много растыгали, много растыгали, я там не отвечал, старался не отвечать, потому что я в этом бое, как бы, качество боя не видел. Какого-то там будущего, как сказать, крутого противостояния тоже не видел. Да, чисто сценарий поп-ммэй. Ну, так скажем, да, поп-ммэй там, не знаю. Какой еще ммэй, можно сказать? Какой-то там, не знаю, ммэй там. Я когда видел там других лиг, когда там кто-то в гостиницу кому-то, ну, это было видно, что там наигранно, мы это видели. У меня один раз в жизни я, как бы, такое, знаешь, как бы, допустил в плане раскрутки поединка, и Муратбек Касымбай там. И то это как прикол. Мы сидели, чай пили, там, а все видели, что это, и они на следующий день вместе чай пили. И, как бы, знаешь, просто ради эффекта посмотреть на это, но бить мы не давали никого. То есть, была полпа, там, стычку, и все. Бить, вообще никого нельзя давать бить. Даже, ну, не знаю, как можно сказать, типа, ты меня ударь, я там завтра потом с тобой драться буду, и мы вот так сделали. Ну, это обман, да, конкретный обман. Или, наоборот, там, дать его побить, а потом сказать, типа, ну, извини, короче, бой не будет, или бой будет когда-нибудь. А как-то некрасиво. Два важных вопроса есть. Я могу тебе сразу два озвучить по поводу этого, ну, чтобы закрыть эту тему. Первое, то, что я слышал тоже в соцсетях Марселя, он говорит, что я очень много времени и денег потратил на подготовку, сделал вес к бою, но мне при этом ничего не заплатили. Вот вопрос, стоило ли ему за это платить, и ты считаешь, правильно ли, что я не заплатил. И второй, сразу скажу вопрос, когда в другой лиге этот бой сейчас анонсируют, по-любому же кто-то действительно захочет его сделать, особенно после того шума, который уже произошел, ты расстроишься, что вот где-то он состоится? Нет, конечно, не расстроюсь. Если бы я расстраивался сейчас, ну, в смысле, в будущем я бы как сделал бы? Я бы сделал бы так, сказал, давай, сейчас бой отменяем, потом мы там этот бой проведем, там, за контролем, под контролем. Мне эта история не понравилась, не нравится мне такая история. Ребята, которые это делают, скорее всего, они повторят ее, захотят повторять, повторить. И я понял, по второму выходу Амурбека к нам в промоушен, я понял, что это, ну, чуть-чуть культурами отличаемся. И с шинглистом Кайраном, когда была та же самая история, что ты понимал. Жан-Аузене, стычка, там, туда-сюда и так далее, и так далее. Такой же сценарий. Это чисто, там, не буду промоушен говорить, и не буду это движение говорить, но это чисто не, как бы, не нашего ММА история. То есть это вот так. Если объявят, объявят. То, что гонораром, есть договор, и согласно договору бой сорвался не по причине промоушена, не по причине меня, не по причине матчмейкера. Есть там условия, где прописывается, по чьей причине срывается бой. Почему я сказал, что, как бы, ну, типа халас? Да? Потому что я знаю версию, что это было постаново. Из-за этого, как бы, этого нельзя было допускать, не надо было так делать. А если им положено, там, ну, в смысле, не это, Марсель, если ты говоришь, что им положено по договору, там, посмотрит, и все. Пусть имеет, там, что имеет. То есть, нам этих денег и не жалко, но лично уплатить мы ему не будем, однозначно. Давайте теперь про другие. Я хочу записывать, если так посоветить. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунды. Но для нашей команды это очень большой, большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Про другие немножко темы. Вот ты сейчас, Жуман, здесь сидишь, и вокруг тебя ребята, у каждого из которых есть свой подкаст. Вот есть Карбала-шоу, есть Сарбас-подкаст, у меня весь ник ММА. У тебя был подкаст свой, Вожак стаи. Одна серия вышла, много собрала, интересная была. Куда пропал? Плюс ты сейчас говоришь, что тебе не хватает времени на интервью в клетке. У тебя всего есть там 3-4 вопроса. Где твое шоу? Я после этого шоу, я же готовился, жил на бои, поэтому не успевал. Буквально на этой неделе или на той неделе, иншаллах, с Семеном второй уже. Сейчас ведем переговор с этими главными, да? Там кто будет здесь. Кто-то интересный, да, планируется? Ну, планируется, да, посмотрим сейчас, если как тот раз не будет, конечно. Почему? Так что вторую часть ждите, Вожак стаи. Первая же прикольная была, всем понравилась. Нет, я имею в виду другую там, у нас свои там здесь были проблемушки. Так что второй подкаст, да, будет очень интересный, я думаю, иншаллах. Сейчас ведем переговор с главным актером из этого и подкаст. Так что ждем, ждите, скоро будет. Окей. Ну, Рубек, давай еще поразгоняем про совместный турнир. Если жуман под вопросом все еще, хотя вот у нас уже есть идея, чтобы он разорвал на себе костюм и выскочил на один из боев. Давай тоже немножко прорекламируем. Перед этим еще тоже важный вопрос. Когда появятся билеты в продаже? Потому что уже я видел, что и пишут об этом. Вот, и сегодня Фаниль говорит, как мне вообще двигать турнир, на котором я в главном бою вечера, еще билеты же не продаются, получается, в воздух, все слова. Специальный какой-то ажиотаж вокруг продажи билетов? Ну, билеты на самом деле, перекупщики, пару перекупщиков уже изъявили желание закупить больше тысячи, ну, каждый из них по больше тысячи билетов. То есть, ну, в этом проблем мы не видим, я думаю, проблем не будет. Интерес есть. Почему билеты не запускаются? Мы хотим соблюсти все, как говорится, эти правила. Да, есть моменты, и, соответственно, запустится. Да, сегодня-завтра этот уже в продажу выйдет. Что касается Карда, ты еще вопросов? Да, я хотел, чтобы мы с тобой чуть-чуть порекламировали, ну, может быть, и с Жуманом, и с Дидаром. Кто что больше всего ждет? Ну, основное событие – это бой за объединенный пояс, то есть, между Фанильем Рафиком и Нариманом Абасовым. На самом деле, оба бойца являются бойцами нашей лиги, но у Наримана Абасова очень богатая история файтнайца. И был пояс как раз. Да, и был пояс. И, соответственно, и у Фаниля был пояс. И тут два чемпиона. Кто-то не верит в Фаниль, кто-то не верит в Наримана, и как бы такая история. Но при этом, при всем, я вот чувствую, что этот бой интересен. Интересен зрителю, интересен людям, интересен фанатам. И кто бы никак не верил в Наримана, все видят, что Нариман сейчас уже не на подъеме каком-то определенном. Кто бы не говорил про Фаниля, про Фаниля тоже там плохо и хорошо отзываются, но при этом каждый верит в своего бойца, каждый верит в своего, как сказать, кумира, грубо говоря. Хотят выйти от поединок, мне интересно. У меня вопрос, можно? У них будет объединенный пояс, то есть, на кону стоять. Что будет давать этот пояс победителю? Знаешь, этот пояс, наверное, больше, он больше, чем медийский. Типа BMF-а просто. Это можно сказать медийный пояс, на самом деле. А, вот ты прав в этом плане, что он может давать? Он будет давать точно, что кто-то, кто выиграет, будет вправе драться за титул этой весовой категории. Просто почему спросил? На прошедшем турнире Давлету Серба попросил какой-нибудь придумать медиапояс? Ну, он железно, наверное, в будущем не будет точно объединенный с файт-найтсом, он какой-то сам по себе будет. И вот, знаешь, вот эта история мне понравилась? Она изначально, когда и с Нариманом, и с Фанилем, это я предложил Камилю, и мне эта идея понравилась. В целом, я считаю, что история есть, и мы, представляешь, и Камиль, и я, мы будем сидеть за одним столом, возможно, но при этом, при всем, болеть каждый за Фаниля, он за Нариманом. Прикольно, да, тоже там, как бы, что скрывать, да? Каждый будет болеть за своего экс-чемпиона. Надо, знаешь, что сделать. Хотя Нариман уже мне тоже полюбился как боец, красавчик. Идея есть. Сразу же. Совсем недавно был бой Александра Сарнавского и Мухаммада Сулумова, не знаю, смотрел это или нет, и он был интересен не только тем, что на кону был пояс файт-найтс, а тем, что на кону было 10 тысяч долларов, на которые поспорил Камил Гаджиев и Артем Резников. Может быть, стоит предложить Камилу спор на хорошую сумму? Интрига. Интрига жесткая. Можно подумать. Когда денежки на кону, всегда интереснее. Прикольно. Я считаю, там больше, чем эти 10 тысяч долларов, на самом деле, пояс такой объединенный, интересный. У кого он дома будет висеть, короче? Нет, он будет в любом случае висеть не у тебя, не у Камила. Он будет висеть либо у Наримана, либо у Фаниля. Ну, мы подумаем, да, с Камилей, я так понял, что он любит спорить. Да, он прямо очень любит. Особенно на большие деньги. Так что посмотрим. Представь пояс из денег, из 10 тысяч долларов. Мне надо теперь деньги найти, да, поспорить. Мы можем начать сбор, кстати, прямо сейчас. Друзья, покупайте подписки на сайте Найза.ТВ, все деньги пойдут на сбор с Камилом Гаджиевым. Ладно, шутка. Покупайте просто подписки. Гасанов, Рузматов. Сейчас, а можно перед этим? Жуман, я не помню, чтобы ты давал прогноз вообще на бой Фаниля Райвкова и Наримана Абасова. Я с двумя хорошо общаюсь с Фанилем. Все хорошо общаются. Ну, я имею в виду близко, да, с Фанилем, например, два года в команде были. Потом с Нариманом. Я не хочу никого там обидеть, брат. Ты скажешь, что я 50 на 50. Пускай выиграет сильнейший, но 50 на 50 у обеих шансов есть. Наверное, не точно, не 50, больше, наверное, фанатов сейчас с учетом опыта Наримана, может быть, 51 процент болеет за... И у всех мнение такое, что Нариман на чуточку, но сильнее. Но при этом при всем все вспоминают, что он проиграл последний бой, а этот выиграл на подъеме каком-то определенном. Потом у Фани лишь этот момент такой, что он дома дерется, родные стены и так далее, и так далее. И как бы тут уже шансы выравниваются, но при этом чуть-чуть по медийности, по опыту, по какому-то определенному там серьезной оппозиции там Нариманов в любом случае стоит там на несколько процентов выше. Но это только наше ощущение, наши как бы прогнозы. Я считаю, что вот у Фаниля есть вот такая хорошая черта. Если он настроится на бой, ему перед ним вообще разницы нет, кто стоит. Там хоть UFC чемпион, хоть кто, он может хорошо подраться и сделать эффективный такой конкретный бой. Все вопрос того, насколько он будет настроен на этот поединок. Так же и с Нариманом. Мы видели, да, бой с Ханбеком, какой был проблематичный, помнишь? Да, да, да. Да, то есть вышел налегке, вроде бы на замену, бум, пропустил. Там кто-то мог мне упустить этот шанс, да, там и так далее, и так далее. Ну, в любом случае, по каким-то там статистическим данным, Нариман выше стоит, однозначно. Ну, точно. Миша, а ты как человек, который и с Фанилем хорошо общаешься, у вас есть общий подкаст, ты за кого, ты точнее, как оцениваешь шансы бойцов? Да, я уже тоже повторюсь, уже слишком давно в этой игре, чтобы за кого-то быть. Ну, определенно это не про меня. Но, как бы это странно еще не звучало, я думаю, что кто-то подумал, что это странно, но Фаниль приехал сейчас со сборов соседей. И сегодня он мне говорит, я в такой крутой форме, и показал мне свой пресс. Это странно звучит, да, когда один мужчина показывает другому свой пресс, но реально Фаниль, не знаю, какими усилиями, в очень хорошей форме. Чисто визуально. Я про это и говорю. В очень хорошей форме. Вот, допустим, до этого момента, даже когда в Астане объявляли, да, даже в комментариях прочитаюсь, что говорит публика, да, типа Нариман переедет в Фаниль, да? Это факт. Да, такой разговор говорят. Но при этом, при всем думают, что Фаниль реально какой-то слабый пацан. На самом деле он не слабый, я знаю Фаниля, то есть я испаринговался с ним, и последний бой с хорошим вот этим Лембергом, отличный бой. Все зависит от него, как он настроится. Но одно знаю, если настроится Фаниль и настроится Нариман, будет рубка, мне кажется, даже все пять раундов. Рубка будет все пять раундов. То есть мы же Наримана знаем, он может первые два раунда сдать, а потом дальше пойти. Но и Фаниль уже тоже функционально хороший, и так далее, и так далее. Ну, то есть принципиальный поединок, реально накал есть, уже там и эмоции есть, они уже там целый год между собой переговаривались. Ну, как переговаривались, Нариман особо так не молчен, на Фаниль что-то говорил, там, и Гримасов видели. Фаниль сегодня сказал, что оторвет голову. Оторвет голову. А он же и писал, я типа готовлюсь в борьбе, буду тебя таскать. Ну, а Фаниль делает то, что нужно. Я считаю, что поединок будет хороший. И что самое главное, в гостинице они драться не будут. В гостинице, да, точно. Надеюсь. Но вы приветствуете трешток, если будет в этом поединке? Нет, трешток. Здраво. Конечно. Конечно, это надо делать, там, трешток. Бой должен пройти в клетке. А трешток, там, не знаю, там, какая-то словесная перепалка, когда-нибудь там делиться комплиментами и так далее, и так далее, это все нормально. Но бой должен пройти в клетке. И это однозначно. Ну, что, все еще 50 на 50? Тресс не убедил, да? Пускай сильнейший выиграет, брат. Ты, короче, говоришь, что Фаниль выигрывает, да? Я скажу так, что он в очень хорошей форме, он знает, как можно победить Наримана Абасова, но если говорить про уровень оппозиции и опыт, конечно, у Наримана Абасова его больше. Я бы сказал бы 60 на 40 Абасов, но если Фаниль... Фредс увидел, да, сегодня. Да, я говорю, что форма я сегодня оценил, потому что, кстати, Нариман Абасов в этом плане всегда такой с пузиком. Это вообще его фишка. Если Фаниль понимает, как побеждать Наримана, и у него получится все реализовать, то, в принципе, просто действительно последние, по-моему, три боя Наримана показали, как его можно победить. На самом деле... Как будет, не знаю. Фаниль вообще не надо переживать. Фаниль в очень выгодном положении для себя. Все думают, что выиграет Наримана Абасова. Сейчас Фаниль, если выигрывает, Фаниль становится звездой, крутой. Всю ту оппозицию вспоминая, всю ту историю Наримана вспоминая, то есть это все будет приписывать Фанилю, что Фаниль реально там красавчик. Если досрочно выигрывает Нариман, все, Нариман возвращает себе вот это имя непобежденного и вступает в гонку за пояс. Но я и говорю, что Фанилю здесь проще сейчас морально. То есть на него все там хейтят, говорят. И вот знаешь, ему не нужно сейчас там поворачиваться и говорить, нет, ты там, Миша, ты там сказал 60 на 40, это неправильно. Ты сказал там 50 на 50, тоже неправильно. Нурбегага сказал там 49 на 51, тоже неправильно. Вы все там, я вам все. Ему сейчас просто нужно подраться, выиграть и потом улыбаясь вот здесь на подкасте. Допустим, да, там, улыбаясь здесь на подкасте, сказать об этом. И вот еще по поводу той же статусности боя, мне кажется, по поводу мотивации важный аспект. Для Фаниля этот бой важнее, потому что для него это реально как раз повод доказать всем, что они неправы. И это бой за титул, которого давно вот у него был пояс на ИЗА, но уже давно не было никакого титула. Абасов же, по сути, в своих главных боях, там, в Contender Series, там, в других тоже боях, вот, в Ryzen, он не получил себя как бы реализовать. Поэтому, мне кажется, и для Фаниля как бы больше мотивации стоит на кону, чем для Абасова. Но, опять же, мотивация, наверное, это не решающая история в ММА. Но просто тоже это важный аспект, о котором не стоит забывать. Давай про следующий бой, который ты хотел сказать. Сабит Часупов будет биться... Ну, с бойцом из Бразилии? Да. Не-нет. А, нет? А, с азербайджанцем он будет биться. Гасан Заде. Да, это... А, Гасан Заде. Да, с Гасан Заде он будет драться. Да, тоже неплохой парень, я видел его поединки. И Сабиту, мне кажется, тоже не так просто все будет, не так легко будет. А как думаешь, как сказалось, кстати, на него поражение на Панкратионе, и он восстановиться успеет? Ну, я думаю, это такая любительская версия для него, там, не особо, как бы, скажется. В любом случае, Сабиту мы знаем, он подерется, примет определенные какие-то, сделает выводы. Он с титулом файтнайца, то есть, ему нужно защищать. Короче, Панкратион сейчас столько, этот, настолько в информативном поле ММА, да, смешанных, и наоборот... У всех звезд туда позвали. Не, ну, я имею в виду по событиям. Там того усыпили, того уронили. Много кто проиграл, елки-палки. Вообще. Много профессиональных бойцов проиграл. А кто-то там говорит, что, типа, вот нельзя по профессионалам выступать, хотя, наоборот, профессионалы и проигрывали, да, в большинстве случаев своем. Опять же, профессионалы. У кого-то есть что-то по этому бою сказать? Не знаю, мне кажется, тут самое главное, как Сабиджи Зубу себя будет чувствовать его именно физическое состояние после Панкратиона. Я думаю, если он будет, как бы, ну, полностью 100% восстановлен, я думаю, ну, защитит поиск. Сабиджи Зубу, красавчик. Вообще хороший пацан. Я помню его по боям в Найзее, вот как раз-таки с тобой вместе он дрался. Семьем Брагенеде. Ах, туда, я к Муманси решила. Это, знаешь, какой турнир? Вот где я продал квартиру, это тот турнир. Когда, ну, денег-то не будет, сказали, там, общий бюджет 25 или 15, или 20, что-то такое, короче, было. И вот тогда мы. Тогда, короче, этот турнир прошел. Где там с Абид дрался, с как раз-таки парнем с Узбекистана. И вот как раз-таки этот, Рузибоев там, секундантом был. Этот турнир. Я, правда, не знал тогда, кто это такой. Ну, сейчас вот. Слушай, Рузибоев, конечно, сейчас вообще прям... Звезда? Ну, бой дали. Пановится звездой, ему дали бой в соглавном бою вечера против бойца из топа. 77 килограммов. Бакли. Да, поэтому, если сейчас он сможет бакли пройти, то там вообще... 84, да? 77. А, 77, да. Он 84, на самом деле, тоже. Он выступил два раза 84. Две... Два нокаута оформил. Первый нокаут прям вообще фееричный был. Второй. Там как бы было, конечно, попадание в глаз. Но в любом случае тоже сильного бойца победил. И теперь ему дали топа в Америке. Соглавный бой вечера супербыстро взлетел. Если сейчас получится победить, то все уже тоже такой... Ну, условно, прям дело, не второй Шавкат, потому что Шавкат непобежденный идет. Но у Рузибоева там тоже сколько там, рекорд 30, по-моему, уже побед у него или сколько-то. Вот. Абдаль Азиз. Ну, и соперника достаточно хорошего дали, который дрался с Анкалаевым. Ну, и который сделал накал. Он не с Анкалаевым дрался. Он дрался с Альбертом Дураевым. С Анкалаевым-94. Сори. Он дрался с Дураевым в Бакле. Хойкин Бакле, да, это сейчас такой топовый боец. Последний бой он тоже одержал яркую победу. Вот. И как раз у Дана Вайта на пресс-конференции UFC 300 выпросил себе бой. А, бой. Он себе выпросил бой как раз. Он просил главный бой, но Льюис будет главный бой вечера. Короче, да, интересная история очень. Вот. У Рузи Боева. Если сейчас получится, то вообще, конечно. Он уже и тоже говорит, что интересно ему было бы и с Шавкатом, в принципе, подраться. Вот так что. Прям китай. Ну, молодец, да. Рисует сюда интересно. В этом плане, знаешь, я к чему говорю молодец. Он знает, кого нужно, короче, трыгнуть. И как бы, ну, не то чтобы хайпует, а привлекает к себе внимание, да, путем вот таких высказываний. Потому что, ну, естественно, у него, кажется, борьба не на том уровне, да? Пока непонятно. Ну, то есть, ну, честно сказать. Опять же, да, правильно говоришь. Пока непонятно. Когда он вышел вообще, по-моему, на замену в UFC против бразильца непобежденного, вот, жестко его рубанул. И просто до, я же смотрел его бои, был на парочке его боев даже. И в России вот он тоже дрался. И он не казался таким каким-то супертопом мне. Я был, причем, на его боях, где он проигрывал. Я был на его бое с Борисом Мирошниченко, по-моему, он там хороший бой показал, но проиграл. И он не казался каким-то там супертопом. Видимо, ему нужно было какое-то время созреть и попасть просто именно в UFC. И UFC сейчас очень интересно. До UFC мне казалось, что он, ну, не тот боец, не сильный. Какой-то определенный матчмейкинг, избирательный слишком был на тот момент. Сейчас в UFC смотрю, хорошо идет, круто идет. Часто же, знаешь, говорят, что на самом деле в UFC ничем бойцы не отличаются от, там, бойцов, не знаю, в Найзе, бойцов в Вейсе и бойцов в Файтнайтс. И вот как будто, ну, Рузебоев это подтверждает, что везде бойцы одинаковые, просто нужна там возможность попадания. Ну, там, да, там морально, это своего рода же Олимпиада, вот ты попал, да, вот шанс, ты там хочешь зацепиться. А уже, наверное, там больше от профессионализма зависит, как ты к этому подходишь, морально, ментально, и воспринимаешь, и восприятие какое идет. Ты готовишься. Мне кажется, в UFC, когда бойцы попадают, они должны раскрываться уже с другой стороны. Не только как бойцы, а еще и там, да, как-то в медиа они должны себя правильно вести и подавать себя. Ну, UFC в этом очень сильно помогает в плане. Кстати, забавно, сейчас вот будет 301 UFC, и там дерется как раз чемпионский титул, разыгрывается в весе Асу Алмабаева, и там Эрцег будет драться против Пантожа. Два таких серых, скажем так, персонажа, не суперинтересных. У них один из больших ММА порталов, не помню точно какой, брал интервью совместное, и у них там типа миллион с чем-то подписчиков на канале. И интервью Пантожа и Эрцега собрало, по-моему, 1500 просмотров. Это титульный бой, на который сейчас UFC делают ставку. Вот настолько ребята неинтересные. Но вот настолько непонятная ситуация в 57 килограммов. Нет, ребята должны понимать. Особенно вот сейчас молодые, да. Буквально вот даже вот по НАЗЕ 60 проводили пресс-конференцию, сидели, и я так сижу, некоторые ребята, вообще здесь в целом не на НАЗЕ 60, в целом выходят на пресс-конференцию, там бывает так, избирательно же подходишь к этому, выбираешь, да, кого поставить, кому задать вопрос, кого раскрыть, да. Ты ему даешь такую возможность, приходит, и он такой сидит, ему вопрос задает, он такой, ну, альхамбуллях, иншаллах, у Рэмс, все, три слова, бой покажет. Нет, ты зачем вышел тогда, тебе дают шанс раскрыться, показать о себе, рассказать, заявить о себе, не в плане там типа, э-э-э, я всех там убью и так далее, нет, ну, сделай чуть-чуть интересным, да, задай вопрос своему сопернику, скажи ему что-нибудь, и вот бойцы должны понимать эту тему, что ты можешь быть там суперкрутым бойцом, если ты будешь не говорить, ты никому не нужен, однозначно, и на тебе там никто там ни просмотра не соберет, понятно, что не заработает промоушен, да, в ближайшие там полгода-год, но при этом при всем еще и просмотры не соберут на тебе, но бой хороший, базарный, там, ну, и то, как хороший, стабильно выиграл, и все, травмы нету. Я подтверждаю, я, кстати, тогда удивился, что ты на пресс-конференцию позвал мне вот как раз молодого парня, который Хантер с Абзиро в маске, я думал, что ты его позовешь, потому что он как раз и говорящий, судя по интервью, с Джуманом, вот, он и говорящий, и яркий. Абул Хасим? Да, вот я просто думал, что ты позовешь его на пресс-конференцию. Абул Хасим, видишь, он реально, он бы и без пресс-конференции залетел бы, ну, кстати, так и сделал, и без пресс-конференции. Утар, исходя из того, что у него был бы с Джуманом такое интересное противостояние, потом он очень сильно горел попасть в этот карт, ну, не в этот карт, а вообще подраться, я думал, что он созрел к тому, чтобы, как бы, ну, что-то делать такое для себя и заинтересовывать себя. У него бои всегда хорошие, качественные, но вот почему-то они вот так, знаешь, и вот так в наглую, ему что-то образуют, нет-нет, потом увидите, и все. Ну, а тогда что ты от меня хочешь тогда? Вот что ты от меня хочешь? Гонорар? Уверенности, наверное, не хватает. Не, я понимаю, но надо... Надо работать над этим, да, просто надо работать. Опять возвращаемся к гран-при. Для чего гран-при вообще существует? Вот все думают, да, там, мы бабки жгем, все думают, там, еще что-то, там, какие-то там бесплатные бои там собираются, и это и есть командная работа, где в команде, там, мы должны сейчас развивать команды. Шавхат сам по себе в UFC не оказался бы, не будь у него команда до этого, а сейчас. Руман сейчас бы там на этом уровне не дрался бы, если бы у него не было команды, и не будь ее сейчас. Еркенкуш, Тубет, Дартим, там, Сахпро Тим, еще многие другие. Сейчас для нас очень важно. Вот мне кайфово, что сейчас новая команда появилась. При всем при этом Тубет каким бы звездным не был бы, но они... Ты про Орлана или про какую? Нет, да, Орлана как что, Костанэ. Костанэ. Она как бы старая команда, но работать начинает, функционировать. Вот Сарлапов оттуда, я так понял, да? И остальные ребята, вот эти, которые вчера выходили. И это вот командная работа, где там люди начинают работать за... там, и медийно, и вес подходить. И вот эта уверенность мне, Жараса, там, нравится. Да, такой, ой, спокойно, короче, собрал, там, выставил, поменял. Играют в шахматы они сейчас. Они сейчас... Вчера была игра в шахматы между вот этим парнем с Усть-Кемена... Блин, он... Дамир, да? Дамир, да? Который этот весь не сделал, да? Да, команда... А, команда. Нурбатор. Нурбатор, да-да-да. У них же тренер-менеджер этот... Блин, забыл. Извиняюсь, блин. Ну, ладно, ничего страшного. Команда Нурбатор против... Нурбатор, и вот их тренер, как он выставил бойцов, как с Костанэ ребята все переставили, красиво сделали. И вот так, молодцы. И сейчас я вот уже в финал между Дортимом, как Эдуард, и как Жарас там все будет выстраивать. От этого тоже очень много еще будет зависеть. Давай про Гасанова и Рузматова поговорим. Да? Бой за титул чемпиона в полусреднем весе. Много наговорили ребята. Была там какая-то определенная стычка. Сильный, можно сказать, даже железный Гасанов против такого бьющего, да? Знаешь, на кого похож Рузматов, Самандар? Был такой боец Хендрикс, помните? Да. Который там всегда весил 90. Джан Хендрикс. Но гонял на 77. Да-да. Да, на 77. Он Тайронов Уудли, кажется. Да-да, да, он многого. И как бы этот... Вот мне напоминает его, когда вот там такой чуть-чуть опущенный подбородок, но при этом как бы не сильно податый корпус назад, упирается на переднюю ногу и идет лабанг, дерется. Вот стиль у Рузматова, он такой. То есть он как хочет руку. Я даже с ним поспарринговался, ну понятно, что как бы сложно с ним вообще спарринговаться, если так взять, по-настоящему. Мы как бы так игрались, там больше на касание играли, там туда-сюда. Но при этом, при всем, мне понравилось, как он, знаешь, как бы вот он не упускает, он не отдает тебе шанса дышать. Вот он тебе давит, давит, опускает, давит, с этой стороны подходит, с этой стороны подходит. И как бы постоянный прессинг, постоянно. И ты, знаешь, ты даже и морально поддавливаешься от этого прессинга, и функционально поддавливаешься. Потому что ты, блядь, ой, извиняюсь, ты понимаешь, что тебе нужно, чтобы он не подошел, тебе нужно останавливать или убегать. Сейчас Викоп сидел. Все время убегать сложно. И, тем не менее, Гасанов тоже крутой чел. Он может под себя забрать. Борьба у него на уровне. Да, хорошая. Говоря про Анкалаева, он как раз тренируется вместе с Анкалаевым. Вместе с ним борются. Представляет команду Горец. Знаешь, фишка такая. Этот, короче, столичный гангстер, а тот Горец. Вот чистый, как у нас говорят, аулский парень. Это чистый, короче. Горный у себя там в ауле, короче, живет в горах за лошадьми. Да, у него свое пастбище. Да, курдюки кушает, короче, вот так. А у них тренер один, да? Кстати, у него курдюк и Морза так его не придет. Только вспомнил. Морза по полту. Вот Морза. Зря подкасты проводил. Но он явно умеет делать. Нет, если вот... Я так и не поел этот Курдюк. Самандар с таким же настроем выйдет. Помните, наверное, в Узбекистане, когда он дрался же? Он переехал этого пацана, отвечаю. Этого Бахрамжона. Да, если такой же настрой будет у обеих, такой классный бой получится. Про титулочный. Ну, там пяти раунды, видишь, там пяти раунды. Тот Самандар молодой, более голодный, например. Тот уже чемпионом становился в Хаммаду. В Самандаре, в обоих ребят, я там в их смелости, я вообще не сомневаюсь. Это будет бой, знаешь, как такой кость-кость. Единственная тут проблема у Гасанова. Вот две проблемы. И у Рузматова там с борьбой может оказаться проблема с Гасановым. Но и у Гасанова с функционалкой может быть проблема. Может быть. Ну, вроде Гасанов такой сухой. Ну, не знаю, вроде он такой сухой. Я просто все его бои видел, которые больше двух раундов продолжались. Он начал дышать. Не знаю, ну, может быть, час он как бы там. Помнишь с этим, как его в Ахтюбе бой был? С парнем чеченцем. Да-да-да, пять раундов он был. Из Иркинкуши как раз. Да-да-да. Ну, он за Иркинкуши выступал, он такой кокшитовский парень. У него тренер этот тоже. Я помню, там равный достаточно был бой. Не, мы видели, да, как он пять раундов отодрался же. Мы же Самандара не видели же в пяти раундах в боях. Или даже в трех раундах в боях. А, кстати, Гасанов пять раундов дрался. Да-да. Пять раундов там дрался. А вот Самандар еще ни разу не дрался. Вот поэтому вот эта важнейшая часть, мне кажется, будет функционал. Когда более кто будет готов. Мне еще интересно... С кем дрался пять раундов Гасанов? Вот как раз за титул. Вот за титул же он дрался же. Когда выиграл. Нет, Жанг Бау, он быстро выиграл. Вот он выбрал парня чеченца, он выиграл. Там же не за титул был. Не за титул разу. Не, он чемпионом же стал же там. Что? Чемпионом он здесь стал, кажется. Кого он здесь выиграл? Жанг Бау защищал. Жанг Бау, кажется, вот он как раз-таки пояс и забрал. Это деснее. Ну, тогда они пять раундов отдадались, да? Нет, Жанг Баун быстро. Три раунда. А, три там дрались? Бах, тебе было три раунда, точно я помню. Насколько я помню. Три раунда, и там такой вот в третьем раунде, во втором раунде уже они как бы это... Ну, я боксер, извиняюсь, Рад. Не помню. Ну, я просто плохой, я понимаю. Я ментально боксер, но я скажу честно, я не смотрел, потому... Ты же знаешь, кто такой вообще Гасанов? Да-да. А, это Мансур Шаргалиев. Три раунда. Три там дрались? Шаргириев. Шаргириев, это один из таких, на тот момент он топовый боец был. Претендентом был на титул, и тут определялся, кто претендентом будет. Все смеются на Жанг Бау, а он за титул определил историю титула. Да, да. Ну, Гасанов, можно сказать, прошел Шаргириева, хорошего, серьезного, сильного соперника. Шаргириев, это чемпион Казахстана по панкратиону. Парень пришел с волейбола, очень такой простой, скромный, но при этом очень сильный парень. Ладошками сильно бьет. Да, руки-то большие, физически очень сильные, физически очень сильные. Я просто помню, почему я запомнил про Эркин Куш, я просто помню, как Айбек Шакпутов прям кричал, типа, ну, он прям топил жестко за него. За Шаргириев? Да, и он прям ему с угла кричал, я тогда запомнил. Ну, Айбек Шакпутов, наверное, он такой человек, что без разницы, там, с какого района, когда, допустим, кто-то дерется с Казахстана, с Россией, не знаю, с Чечнёй, или с Японией, в любом случае человек болеет за своего спортсмена, ну, за казахского спортсмена, за казахстанского спортсмена, будь он какой национальности, тому подтверждение Гойти Дазаев, тому подтверждение Сергея Морозов, многие-многие другие. То есть я видел, как Айбек Гагай ходил, переживал, я помню этот бой в Астане, Сергей Морозов дерется в лиге М1 за пояс, да? За пояс он дрался, да. И Айбек Гагай просто встал и ушел, когда там такие переломные моменты начались, а у него как раз, ну, не выдержал, только встал и садись, садись. Мне говорят, сядь, сядь, я сел там дальше, накрикивал, короче. А, из-за переживания устал, да? Да, из-за переживания устал. Потому что теперь нельзя летать из-за этого, что у него сердечко. Ну, то есть, видишь, человек сколько здоровья теряет, да, там, на этих... Причем он, мне кажется, на тренировках реально меньше теряет, чем на секундировании. Он же все еще тренируется с ребятами. Я же когда приезжал... К этому, как этот, Алидар Булач сказал, к этому, ему, говорит, этот, Ашим Кали, или этот, Айбега как раз-таки сказал, к этому нельзя привыкнуть, ну, не сможешь привыкнуть никак. Каждый раз, говорит, как новый, да? Ну, вот мы недавно видели, как Жуман жестко болел за Руссима Худайбергена. Я, кстати, видел, тебя ругают за это. Почему? Комментатор. Люди, комментатор. В этом плохого ничего нет уже. Я вот помню, когда... Я, вот что ты понимал, первые турниры, когда в Ахтаву проводили, у меня бывал момент, когда я бегал вокруг. Потом я каждый раз себе говорил, да, ты дурак, так нельзя же, короче, ну, ты, типа, президент Лиги и так далее, и так далее. Когда уже там за 20-й, за 15-й турнир уходили, я уже начал такой более сдержанный. Все, я сам себе запрещал. Сейчас вообще минимум болею за пацанов, но вот когда в тот раз этот дрался... А, вот как раз Жуман дрался и Алиби дрался, да, конечно? А вот тогда я запереживал конкретно. Алиби руку сломал, что-то, да? И вот этот момент. Я уже после этого, я хочу, говорю, давай я не буду болеть, так сижу. Не, тяжело. Тяжело так. Смотришь. Ну, реально, конечно, я завидую тем людям, которые могут поболеть. Раз ты пришел, поболеть кайфово. ММА – это все-таки то место, где ты, знаешь, болеешь за кого-то, ты оставляешь столько много, нереальное количество накопившейся негативной энергии. Оставляешь и все. То есть, заметил, когда выходишь после турнира, ты иссякший. У тебя ничего нету. Тебе хочется, знаешь, просто лечь и уснуть. А тебя на какие-то тусовки тянут, там еще... Ну, надо зарабатывать где-то там медийно, там еще что-то. Но при этом, при всем, ты пустой. Ладно, после турнира, после двух. Да, после двух. После одного ты полупустой. Я сутки отсыпался потом. Наверное, надо завершать. Надо сказать еще, что кроме трех боев, которые мы успели обсудить, есть еще девять. Крис. Да, есть еще девять крутых боев. Скоро появится файт-карт всего турнира. Ассалон. Там уже Сулана Кимжан. Да, Кышебек. Там много кто. Кышебек, Ванда. Да, классный тоже боец. Остинский Халк будет. Ой, Остинский, Ингушский Халк. Будет много чего интересного. Целоев. Скоро появится полный карт турнира. Ждите его в наших соцсетях, в Инстаграме Найза, в ТикТоке Найза, на Ютуб канале Найза, возможно. Тоже он будет, не уверен. На Ютубе у нас обычно видео, но, может быть, и там тоже будет. Будет также на сайте, конечно же, найза.тв. Там будут и билеты на турнир совместный Найза и Fight Nights. Можно будет, если вы не сможете приехать к нам, купить трансляцию. Она там на нескольких языках. Возможно, даже я буду комментировать. Точно будет комментировать. А, не точно. Журман будет драться. Возможно, Журман будет комментировать. В любом случае. Может, будет комментировать и сразу выйдет на бой. Вы можете видеть Журмана на турнире. Мы не знаем пока в какой роли, но точно его увидите там. Меня тоже. Жить в комментариях. Кажется, кого вы выходите. Меня тоже. Ну, драться там точно не буду, но, возможно, прокомментирую. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Всех нас. Они где-то на экране. Появляются магическим образом. Можно прощаться, наверное. Я, достар. Башаларанзга, кау-купа, рахмет, бизвен бриге болгандаранзга. Лайк, басы, комментир, пакарлары, жасы, комментир. Мы на Найза ТВ от Ютуб арнамзга. Каналымызға жазыл қойындашы өтінеш. Сосын жаңа, бонус жәліңмен уатырғы. Сол каналға жазылып, примой ферсат валсында, сөздан түскен ақша жауын келерге бонус опарады сөзіншінің керек. Өте маңызды, 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 тақырыптық, өнде дейін, тағды бір жарты сағытқа етқолатын сәқтің айынамен, бірақ жұман өте мұқты маңызды тақырыптық қозғады. Бәрін көгінде бонус, енді, маған жазасын дар көгінде бонус бері көргет. Жалпы, юседе, шетелдер, ақшыта көп деген лигаларда бонус тапқан ақшасына орай бөлінеді. Дануайты егер 1 миллиард, 100 миллион тенге тапса, сонымен және бөлсет анаған 10 миллион, 1 миллион деген сақты. Дәлі солай біздер онында ақша тауатқан жоқ біз бонус беретіней, бірақ біз бонус беріңіз келетті егер бұлатын болса. Сонымен және біздер Найза ТВ атты сайтымызда кіріп жазылым жассаныз, 500 ақтенге, 500 ақтенге бір айға жазылым. Соным жазылу алып, сатып алып жүретін болсаңыздар, ол көбейетін болса, сол ақшадан осы жауынгерлерге бонус құралатын болады. Ассалам әлек. Бұрықтаннан ұқметті. Достар, біздің ұжымымыз мүджеде түні-күні ұқтамай жұмысын жасап келеттір. Оның мен соны көре отырып, сізден бір мәрсе сұрағымыз келетті. Ма, видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіндер, бірақ кейбірлерін жазылым айғыласындар, және пікірлерін жазы байғыласындар. Сіздерін сұрайтыңыз, жазылыңыздар, мұна қоңыраушаны басық қойыңыздар, және де пікірлерінде жазы қотырыңыздар. Сіздер, біздер үшін оқ, өте керек мәрсе. Сонатан өкетеміз.